Глядя на нее, мы, сегодняшние зрители, слушатели, в первую очередь, конечно, вспоминаем роль одной из сестер Золушки, злой Анны. Елена Юнгер появилась на свет в 1910 году в городе, который обожала всю жизнь, в Санкт-Петербурге. Ее отец был юристом, но считался человеком талантливым во всех отношениях. Именно благодаря ему она познакомилась с творчеством Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Блока. А еще в их доме постоянно бывали известные литераторы, в том числе Есенин, Ахматова, Чуковский. Отец научил любить театр, брал с собой в Академию художеств, но, пожалуй, главный урок, который он ей преподал, заключался в наставлении «Врут только трусы». И она помнила его всю жизнь, этот самый урок. Страстно любила театр, мечтала стать актрисой, но понимала, ее природных данных недостаточно, чтобы стать той величиной, чтобы блистать на театральной сцене. Самой первой проблемой оказался ее собственный голос, сдавленный и писклявый. После зачисления в школу русской драмы Елена занималась день и ночь. Домашние круглосуточно слушали ее бесконечные упражнения. Благодаря ее стараниям произошло настоящее чудо. Голос актрисы наконец-то зазвучал. Потом Елена училась в студию у Юрия Завадского, после окончания которой сменила несколько театров. И в итоге оказалась в экспериментальной театральной мастерской под руководством Николая Акимова. Ну а дальше их жизненные пути были связаны крепко-накрепко. Елена Юнгер не склонна была обсуждать личную жизнь, считала отношения святыми, предпочитала не рассказывать о них. Наверняка в их паре были и взлеты, и падения радости, и огорчения, как у всех людей. В 1934-м на свет появилась их дочь Анна, а спустя 11 лет у Николая Акимова родилась дочь Нина, матерью которой была актриса Лидия Вельвовская. Роман у режиссера случился в то время, когда супруга была в отъезде. Михаил Колотозов в те годы был полномочным представителем комитета по делам кинематографии в США и предложил Елене Юнгер отправиться с ним. Ходили слухи, будто у режиссера был роман с актрисой, в Голливуде они проводили время вместе. Еще говорили, будто сам Чарли Чаплин был очарован ею и желал снимать в своих фильмах. Но советское руководство не позволило Елене Юнгер сниматься. Она вернулась в Советский Союз, а фотография с дарственной надписью Чаплина занимала в доме актрисы почетное место на ее столике, всегда перед глазами. После возвращения из США актриса, даже после известия о рождении у мужа дочери, не стала разрывать с ним отношения. Она не умела ревновать и требовать у супруга отчета за каждый сделанный шаг, она была другой, но любила по-настоящему, как и он ее, несмотря на столь интересную, мягко говоря, ситуацию. Николай Акимов рисовал все театральные костюмы для жены, для ее спектаклей, которые ставил и оформлял, а ролей у актрисы в театре комедии было множество. Естественно, ей многие завидовали, конечно же, обвиняли в том, что роли ей достаются исключительно благодаря мужу-режиссеру. Она же никогда и ни с кем не пыталась выяснять отношения. Ей было достаточно признания ее таланта со стороны зрителей, которые рукоплескали актрисе в «Собаке на сене», «Двенадцатой ночи», «Тени» и множестве других постановок. Елена Юнгер признавалась, иногда Николай Акимов предлагал ей роли, которые ей вовсе не хотелось играть. Но ей в голову не приходило спорить с супругом или отказываться от участия в спектакле. Это дома Николай Акимов был мужем, а в театре только руководителем. И она подчинялась беспрекословно, хотя иногда пыталась улизнуть. Впрочем, так случалось крайне редко. Она очень любила свою профессию, а обожала театр. В кино снималась редко, считая себя полностью театральной актрисой. И хотя все ее экранные роли были просто потрясающими, даже если это был эпизод, о чем можно судить по той же «Золушке», часто в кино ее мы не видели. Интерес актрисы к театру был сумасшедшим. Действительно, каким-то просто одержимым. На сцену театра комедии она выходила более полувека. И каждый раз для нее это был праздник. Только после смерти Николая Акимова в 1968-м она стала реже появляться в любимом театре. Елена Юнгер не страшилась возраста и в 80, по ее словам, просто не могла себе позволить появляться на сцене в роли героинь моложе 70-ти. При этом дорожила каждой новой ролью, играла просто блестяще. В последние годы большую часть времени актриса посвящала литературной деятельности, писала воспоминания, делала переводы. Елена Юнгер хорошо знала иностранные языки, могла читать многие произведения в оригинале. Перевела несколько пьес, в том числе пьесу Эдварда Олби «Три высокие женщины». Блистательно, кстати, играла в ней главную роль. Актриса обладала невероятным чувством собственного достоинства, даже дома ходила на каблуках, в безупречной одежде, без единой складочки. При этом не молодилась, нет, спокойно принимала свой возраст, умела нести его красиво. Была потрясающим рассказчиком, рядом с ней, казалось, ее гости путешествовали во времени. Она была яркой, настоящей и очень талантливой, и в профессии, и в дружбе, и в общении. Елена Юнгер не стала в 1999-м, но остались фильмы, фильмы-спектакли, на которых можно увидеть эту гениальную актрису. Память о ней жива. Жива, пока живут ее роли, и пока мы, зрители, чтим ее, и, конечно, читаем ее книги. Субтитры создавал DimaTorzok